Напомним, что по всей стране реализуется программа социальной газификации, которая позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан. Этим правом могут воспользоваться владельцы земельных участков, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Как реализуется эта программа в Кашхабском районе, на какой стадии находится процесс работы, эти и другие вопросы рассмотрели на совещании, которое было проведено в среду 10 августа в зале администрации района. В его работе приняли участие председатель Госсовета ХАС и Республики Адыгея Владимир Нарожный, министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Заур Шиуджин, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегион Газмайкоп» Игорь Сырчин, глава района Заур Хамирзов, главы сельских поселений, представители профильных ведомств, организаций и учреждений депутатского корпуса района. Подробный отчет о проводимой работе с населением присутствующим представил заместитель главы района по строительству архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов. В Шиповском районе ведется активная программа газификации населенных пунктов, в том числе и жителей. Хочется отметить, что в этом году мы по программе КРСТ завершили газопровод низкого давления в Кутере Красный Фарс. После завершения данных работ у нас 100% газификация населенных пунктов в нашем районе. По распоряжению главы было создан штаб под газификацией, который мы регулярно проводим. Цели определены, мы поставлены задачи, работа у нас активно ведется. Более того, каждую неделю глава ставит в повестку дня, в опланированное совещание. Это как раз таки вопрос до газификации. На данный момент у нас 450 домовладений, которые люди изъявили желание газифицироваться. И уже сейчас этим вопросом занимаются. На данный момент у нас подано 335 заявок, что составляет 74,4%. Рассматривался на совещании вопрос оказания поддержки льготным категориям граждан для участия в программе. Участниками совещания выработан ряд предложений по оказанию помощи людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов. Я безусловно вижу, что без вашей активной позиции, без вашей помощи разъяснительной нам, одним газовикам, этот вопрос не решить. Поэтому прошу вас здесь задачей номер один на ближайшие месяцы считать вот эту задачу. Важно, чтобы сегодня все, у кого готов пакет документов, он минимальный, все поняли, что нужно срочно подать документы в МФЦ прийти, либо в филиал «Газпром газораспределения» и подать заявление с минимальным перечнем документов. Вот что необходимо. Эти заявления на строгом контроле мы в установленной сроке оформляем договора на технологическое присоединение по программе до газификации и выдаем эти договора на подписание заявителя. С момента подачи заявки начинается работа газовиков. Вот наша зона ответственности, проектирование, разрешение, финансирование, там, где надо подрядная организация, если мы видим, что необходимо ее привлечение. Вот основа заявка, заявка договора. Все. Вы человека в программу включили, помогли ему, дальше уже наша зона ответственности. «Газпром газораспределения». Поэтому вот на этом обращаю внимание. Еще раз по пакету документов. Пакет документов минимальный, впервые за всю историю, там, уходит от волокиты бумажек. Это, значит, правоустанавливающие документы на землю, на дом, паспорт, СНИЛС, значит, ИНН. МФЦ уже тоже помогает в этом вопросе. Если весь пакет остальной готов, нет ситуационного плана, как руководство МФЦ сказало, они вам помогут его распечатать. Впервые принято решение на уровне президента Российской Федерации с подачи партии «Единая Россия» до границы земельного участка довести в кратчайшие сроки. И основная работа должна быть завершена газовиками в этом году. Для этого, чем быстрее нам принесут заявление с пакетом документов, тем быстрее мы эту работу сделаем до наступления зимнего периода. Задача, которая поставлена руководством республики, главой республики, максимально в этом году. Поэтому еще раз прошу ваше содействие, вашу помощь. Только вместе мы эту работу проведем. Очевидно, что газификация – это важнейшая социальная задача, которая позволит повысить уровень жизни граждан. Этот вопрос находится на особом контроле руководства Адыгеи, отметил в своем выступлении председатель Госсовета Хаса Республики Адыгея Владимир Наружный. Сегодня деньги выделены в федеральные деньги. Это связано с президентом Российской Федерации. Это связано с Единой Россией. Единая Россия проявила инициативу. И эта инициатива была подхвачена правительством и президентом Российской Федерации. Она не только подхвачена, она контролируется сегодня главой республики Адыгеем Радко-Рабичем Кумбировым. Ну, вы представляете, у нас сегодня в целом-то по газификации Адыгея выглядит среди субъектов Российской Федерации на достойном месте. Но у нас есть возможность сегодня, с учетом того, что мы субсидии некоторым гонщикам выплачиваем на республика, что сегодня Российская Федерация, правительство Российской Федерации перечислила деньги, которые выделяются для доза в республике Адыгея. И если как этот процесс будет идти нормально, и деньги будут выполнены, то то, о чем говорим, программа, возможно, будет продолжена и в 2023 году, республика будет тоже на должном уровне. Спасибо, что сегодня собрались вот таким составом. Хочу поблагодарить Зору Степеневича за приглашенных лиц, которые должны активно принять участие в дальнейшей работе, то, что касается сегодня обсуждаемого вопроса, который надо решать нам совместно, вместе с вами. Я желаю Зору Степеневичу за разговоры добрых успехов в решении данного вопроса. По итогам совещания было решено усилить разъяснительную работу среди населения и активизировать заявочную кампанию во всех населенных пунктах района, подключать профильных специалистов для проведения консультаций с гражданами.